Государственное предприятие «Совхоз Комбинат Заря» в прошлом году был безусловным лидером круглогодичной спартакиады физкультурно-спортивного клуба «Урожай» Мозорского района среди команд агропромышленного комплекса. И не в последнюю очередь это происходило благодаря проведению своей спартакиадной предприятии, которая как определяет лучших спортсменов, так и позволяет работникам Зари активно отдохнуть, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а также в соревновательных условиях заняться спортом, например, мини-футболом. Он и открывал в 2020 году это многоэтапное состязание «Совхоз Комбинат Заря» «Спартакиаду». Проведение спортивной круглогодичной спартакиады среди коллектива государственного предприятия «Совхоз Комбинат Заря» совпало с выводом советских войск из Афганистана. Директором предприятия Леоним Михайловичем Слинько и всем коллективам уделяется особое внимание здоровому образу жизни, проведение спортивных мероприятий, то, что делает коллектив сплоченней и сподвигает его для достижения новых вершин. Не только спортивных, но и экономических. Мини-футбольный турнир был посвящен годовщине вывода советских войск из Афганистана. И нельзя не отметить Петра Козыря, Геннадия Лиса и Виктора Цизмана – работников «Совхоз Комбината Заря», которые честно исполнили свой интернациональный долг. Что до турнира, то приятно отметить не только участники, но и болельщики помогали создавать антураж в соревнованию, которое было отлично организовано. Впрочем, как и всегда, на мероприятиях, проходящих под эгидой государственного предприятия «Совхоз Комбинат Заря». В этом году это у нас первая спорта киада по умению футболу среди участков и отделений нашего предприятия. Нам очень приятно, что у нас большое внимание делается спорту и туризму на нашем предприятии. В этом году очень хорошо подготовились болельщики. Все очень красочно, красиво оформили свои выступления. Ну и надеюсь, игра будет интересна. А нашим игрокам мы пожелаем удачи и достойных побед. Ключевой роль в спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой работе на государственном предприятии «Совхоз Комбинат Заря» играет Антон Анатольевич Ивасюк, как профессиональный спортсмен, отлично понимающий все значения физической культуры, здорового образа жизни, а где-то и настоящего спорта для жизнедеятельности коллектива. Ивасюк, к слову, был мастером международного уровня по вольной борьбе. И свою спортивную закалку он сейчас проявляет на организационной НИВе, увлекая коллег по предприятию, стараясь превратить спартакиаду в зрелищный турнир высокого класса. Сегодня мы проводим первое соревнование восьмой круглогодичной спартакиады нашего предприятия, соревнование по мини-футболу. Мы символически посвятили их Дню воинов-интернационалистов, позвали сюда своих работников, которые принимали участие в этих боевых действиях, дабы помнить о их подвиге. Ну, вообще, участвуют сегодня семь команд нашего подразделения, разделенные на две подгруппы. Победители подгрупп будут играть в финале, кто занял второе место, будут играть за третье место. Очень рады, что у нас большое количество команд собирается. Все начальники участков и подразделений всегда идут на встречу любым спортивным соревнованиям. Ну, конечно, это все благодаря тому, что директор в первую очередь идет на встречу нашим спортивным начинаниям. Олег Михайлович Селенько, директор государственного предприятия совхоз «Кабинат Заря» многое делает для коллектива, в том числе и на физкультурно-спортивной Ниве. И, конечно же, без его поддержки не поднималось бы так высоко «Заря» в табеля рангах того же физкультурно-спортивного клуба урожая Музырского района. Не были бы представлены лучшие спортсмены предприятия на областных и республиканских турнирах. К тому же, от соревнования к соревнованию растет интерес у участников не просто к тому или иному виду спорта, а к завоеванию призового места победных очков. В подтверждение интервью с нашим следующим собеседником, у которого мы спросили о целях его команды отделения номер два на мини-футбольный турнир. Только за победой готовились, тренировались, постоянно командную игру создавали, химию, чтобы дать конкурентную борьбу с лучшим игроком и другим командам. Мини-футбол – один из любимейших видов спорта Артема Николаевича. Илья Белаячук играет на турнире исключительно для поддержания престижа своей команды. Излюбленные спортивные дисциплины у этого представителя, государственного предприятия «Совхоз Кабинат Заря» другие. Футбол в целом, баскетбол также. Мои любимые виды спорта командные, да, по большей части. Но футбол основная. В первом году соревнований, проведение этого турнира, наша команда второго отделения была первым местом, а в том году третье. Теперь опять пришли к чемпионству. К сожалению, для Артема Николаевича и его команды второго отделения призовых наград достичь им не получилось. Но вместе с мини-футбольными дружинами четвертого отделения, участка торговой сети магазинов «Дрэя Зари» и «Свинокомплекса», второе отделение поучаствовало в празднике спорта, который не получился бы таким ярким, не быть в нем хотя бы одной команды из семи участвующих мини-футбольных дружин. Что до лауреатов, то бронзой призерами стали представители отделения «Барбару» физор Дмитрий Викторович Докусила. На втором месте группа охраны и контроля, которого возглавляет Антон Анатольевич Васюк. И, наконец, перенес, а вместе с ним и золотые медали, достали цеху перерабатывающей промышленности. Здесь отметим заместителя директора Михаила Владимировича Анацка. А также были вручены индивидуальные призы и их обладатели лучший бомбардир. Сергей Ласко, группа охраны и контроля. Сильнейший вратарь Санжар Хазраткулов «Свинокомплекс». Ну а самым ценным игроком был признан представитель команды-победительницы цеха перерабатывающей промышленности Артем Пескун. В завершении отметим судейскую бригаду Павла Олешкевича Максима Пивоваров. А также предварим волейбольный турнир, который состоится в апреле. И эта игра с мячом станет вторым видом захватывающего турнира круглогодичной спартакяды государственного предприятия Совхозкомбинат «Заря».